Новый больничный комплекс вырос за два года. Теперь это и поликлиника на 100 посещений в смену, и хирургическое отделение на 300 койко-мест, и лечебно-диагностический корпус с самым современным оборудованием. Чтобы ускорить экстренную доставку пациентов, на крыше больницы сделали вертолетную площадку. Помимо всего прочего, с появлением этого центра сочинцам больше не придется ездить на лечение в другие города. Будет введены в практику ряд операций, которые мы раньше не делали или не так широко делали. Это касается нейрохирургической практики, операции на головном мозге при сосудистых заболеваниях, в частности аневризмах, операции на крупных суставах, опорно-двигательных аппаратах, травматологии. Планируется, что сюда почти в полном составе переедут врачи 4-й горбольницы. Финансировали проект ищет скроевую целевую программу. На строительство потребовалось почти 5 миллиардов рублей. Ну а первых пациентов здесь ожидают в ноябре. Сегодня к здравоохранению Сочи пристальное внимание. Только в прошлом году на развитие отрасли потратили 1 миллиард рублей. Строятся новые медицинские комплексы, ремонтируются старые. Уже сданы в эксплуатацию два стационара в Дагомысе, инфекционная больница и больница номер 5. В Адлере тоже два новых медицинских учреждения. Поликлиника в селе Веселом и больница в Красной Поляне. Всего в рамках губернаторской программы только диагностического оборудования городские лечебницы получили около 100 единиц. На его приобретение потрачено более 200 миллионов рублей. Сегодня современным медицинским оборудованием на сумму более 16 миллионов рублей оснащены горбольницы номер 4 и 9. Работа по модернизации отрасли уже дает наглядные результаты. На курорте отмечается стабильный рост рождаемости. Елена Всецна, телекомпания ФКТ.